МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Брянской губернии информационная программа «События» в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Научная элита Брянской области. 8 февраля в День российской науки в Брянском государственном университете вручили награды выдающимся исследователям и ученым нашего региона. 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. В 1724 году была основана Академия наук. С тех пор прогресс шагнул далеко вперед, но неизменно одно. Российские умы по-прежнему в цене, а наша страна остается ведущей научной державой. Вы наблюдаете систему виртуальной реальности, с помощью которой можно моделировать любые технологические производственные процессы. В данном случае, например, сборка из деталей двигателя внутреннего сгорания. Будущие летчики, инженеры и даже космонавты могут отрабатывать на таких интерактивных платформах практические навыки. Виртуальная реальность уже прочно вошла в образовательный процесс брянских университетов. Руководителям предприятий предлагают на практике. Вот строится завод газового оборудования в Брянском районе. Значит, сегодня Мираторг несколько заводов строит. Сейчас в Почепе эндокринный московский завод, филиал завода по лекарственным препаратам. Там действительно новейшие технологии. Вот вам надо связь не терять науки с производством. Тонкий мостик. От теории и лабораторных исследований до внедрения на предприятиях ежедневно строят брянские ученые. Брянские государственные и аграрные, инженерно-технологические и технические университеты, крупные научные кластеры. Все наработки с успехом внедряют в производство на предприятиях региона. От имени губернатора выдающихся ученых приветствовал заместитель главы региона Владимир Оборотов. Быть ученым – это значит понимать, что твой труд важен, необходим, и только от тебя зависит результат. Наука – одна из важнейших опор государства. Именно она двигает общество вперед, развивает технологии, совершенствует производство и открывает новые горизонты. Благодарственные письма и почетные грамоты губернатора – заслуженные награды. Гуманитарные исследования – сфера интересов доктора исторических наук Виталия Прилудского. Работает с командой студентов и аспирантов БГУ. Изыскания ученых отмечены президентским грантом суммой 2 миллиона рублей. Мы исследуем процессы, которые политические, социально-политические, которые проходили в Соединенных Штатах Америки, начиная там с 18-19 века и до современности. То есть заинтересовали для нас различные конфликты – этнические, социальные, политические, расовые. На уникальной площадке Аграрного университета готовят кадры для передового сельского хозяйства Брянского региона. Здесь выводят новые сорта, знакомят землю с современной техникой. Энергосбережение в сельскохозяйственном производстве напрямую связано на конечный результат, на цену той же продукции, на ее себестоимость. В конечном результате снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции и ее качество. Совет по науке, инновационные аудитории в вузах, работа центров технического образования, поддержка молодых ученых и учреждение звания «Заслуженные ученые Брянской области». В нашем регионе и на законодательном уровне сделано немало для поощрения интеллектуальных тружеников. Сегодня в этом зале собралась элита нашей брянской науки. От вас зависит успех дальнейшего развития нашей области. Я думаю, что вы те патриоты нашей Брянщины, которые сегодня своим научным потенциалом делаете все возможное, чтобы наука и производство были едины. А когда наука и производство будут едины, мы тогда будем двигаться вперед. В храме науки прекрасным должно быть все – и форма, и содержание. Как секретарь Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Попков предложил БГУ поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды. Мы вас поддержим. Надо объявить грант и сделать красивый сквер науки. Сквер науки Брянской области. Научное сообщество Брянской области активно сотрудничает с коллегами из других регионов и соседних государств. Интеллектуальный потенциал Брянщины поистине – предмет гордости и важный инструмент для ее развития. Елена Лыщицкая, Сергей Дюков, События Брянск. Природный газ сегодня – самый востребованный энергоноситель. Александр Жигунов вместе с представителями служб области обсудили вопросы обеспечения безопасности газового оборудования в жилых домах. Использование этого вида топлива требует соблюдения мер безопасности. Газификация в Брянской области является одной из самых высоких в стране. Александр Жигунов отметил – техническое обслуживание и постоянный контроль оборудования – приоритетные задачи для избежания чрезвычайных ситуаций. Предусмотрено обязательно наличие у потребителей договора на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО, заключенного со специализированной организацией. Отсутствие должного технического обслуживания и своевременного ремонта, замена газового оборудования повышает опасность в эксплуатации, создает угрозу безопасности дома. Поддержание всей системы газового обслуживания на квартирном доме в належащем состоянии, своевременное техническое обслуживание, ремонт всех ее составных частей помогут избежать создания угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Круг обязанностей управляющей компании также входит в предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов в отопительный период. Поиск счастливого билетика – это развлечение отныне в Брянске позабудется. Вместо билета – чек. Его теперь выдают в каждом автобусе и троллейбусе Брянска. В областном центре заработала электронная система оплаты проезда. Пока еще немногие пассажиры решаются на электронный способ оплаты. По привычке протягивают мелочь. Но, как показывает практика, современные технологии приживаются в обществе все быстрее. Любая бесконтактная банковская карта, смартфон и все, что с ним синхронизировано – теперь с их помощью можно оплатить проезд. Все, он убит, мы отрываем билетик, пожалуйста. Настроили оборудование на 250 единицах транспорта – это троллейбусы и автобусы. Это оборудование совместно с нашими партнерами, предоставлено предприятием на бесплатной основе. Понять, сколько льготников пользуются автобусами и троллейбусами – еще одна важная задача новой системы. Так власти будут точно знать суммы компенсаций, положенные предприятием-перевозчикам. Данная система позволит в электронном формате изучать пассажировой поток. Для чего? Для оптимизации и маршрутной сети, и расписания. Начинается переход на электронные проездные билеты. Также в продаже уже появились единые транспортные карты. Электронный кошелек с названием «Единная транспортная карта». Туда можно положить денежные средства в безналичной форме от 18 рублей и выше. И при каждой поездке будет списание по текущей стоимости оплаты проезда – 18 рублей. Нововведения касаются только транспорта с регулируемыми властями тарифами. То есть маршрутные такси в этом плане – не вотчина городских властей. Однако вскоре и для маршруток некоторые изменения все же настанут. Налога законодательства, которое с 1 июля 2019 года обяжет индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки пассажиров, использовать контрольно-кассовую технику для облечивания пассажиров. Это не обязательно может быть электронная система платы проезда. Вполне возможно останутся только наличные денежные средства. Но перевозчики должны будут обеспечить работу контрольно-кассовой техники. Уже сейчас видно – популярность большого общественного транспорта растет. Не исключено, что в будущем появится дифференцированный тариф. Поездка по единой транспортной карте обойдется дешевле, чем при оплате наличными. Артемий Маркелов, Игорь Винничук. События. Брянск. Брянская область лидирует по объемам строительства нового жилья и сдерживает цены на недвижимость. Таковы данные единого реестра застройщиков. Наш регион обошел соседей и продолжает удерживаться на первых позициях. Это единый реестра застройщиков. Портал хранит полную базу данных о строительных компаниях России, которые работают с дольщиками. В феврале озвучены итоги жилищного строительства в Брянской области. Наш регион стал лидером среди соседних областей по строительству нового жилья. Топ застройщиков области возглавила группа компаний «Гарант». Лидер рынка повысил объем строительства больше, чем на 88 тысяч квадратных метров, увеличив долю на рынке до 17%. Квартал авиаторов, микрорайон «Речной», квартал художников с системой «Умный дом». Все эти жилищные комплексы построены группой компаний «Гарант». В рейтинге по стране она занимает 85 место. Второе место по региону занял застройщик «Премиум проект». Объем строительства почти 100 тысяч квадратных метров. Доля на рынке выросла до 7%. В рейтинге по России застройщик занимает 243 место. В топ застройщиков Брянской области вошли также группа компаний «Мегаполис», «Фабрика Кухня», «Брянск Строй Развитие», компания «Инстрой», «Форвард», «Строй Гарант». Замыкает тройку лидеров группа компаний «Надежда». Объем строительства около 25 тысяч квадратных метров. По стране «Надежда» занимает 280 место. В этом году цены на квартиры в новостройках у многих строительных компаний поползли вверх. Причина повышения НДС и законы, которые вносят изменения в договоры долевого участия. Но если заглянуть на рынок недвижимости наших соседей, Брянская область снова в лидерах. 10% таков рост цен на квадратные метры в новостройках в ближайших регионах. И только на 5% поднялись цены у брянских застройщиков. Екатерина Зойдина, Игорь Винничук, События, Брянск. Точка невозврата. О том, что канализационная сеть областного центра находится, мягко сказать, в плачевном состоянии, ни для кого не секрет. Только вот предыдущие руководители города и области до поры до времени о масштабах проблемы предпочитали молчать. Оно и понятно. Частные компании-однодневки, липовые контракты и, естественно, такая же работа, которая проводилась только на бумаге. В итоге ситуация из сложной превратилась в критическую. Благо сейчас канализационную систему начали активно приводить в порядок. Улица Пионерская. Очевидная авария. Еще несколько лет назад это было бы ЧП городского масштаба. Теперь, говорят сотрудники аварийной службы водоканала, к сожалению, рутина. Мы находимся на месте аварии на коллекторе, который транспортирует стоки из Володарского района на очистные сооружения. Он вводился в эксплуатацию в 70-м году и давно уже отработал свой нормативный срок, то есть больше 40 лет. Работы проводятся без отключения. В случае необходимости у нас есть вариант перекачки в другой коллектор. Мы сейчас устанавливали вот здесь три насоса, которые помогут нам перекачивать стоки. Работы на пару дней. Алгоритм действий отработан до автоматизма. Но сами специалисты признаются, такими полумерами проблему не решить. Хотя десятилетиями городскую систему латали именно так. Даже термин специальный есть – временное устранение неполадок. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. В земле все равно не видно. Судя по всему, именно этим принципом руководствовались прежние градоначальники. Только вот что там в земле? Время и агрессивная среда превратили большинство городских коллекторов в труху. И таких по городу десятки. Многие проходят под оживленными транспортными магистралями. Сложно представить, какими могли бы быть последствия, если бы вовремя ремонтные работы не прошли на Спартаковской или в том же районе Центрального кладбища. Коллекторы в таком состоянии – это мина замедленного действия. Здесь нужно производить реконструкцию этого коллектора. И при реконструкции коллектора его продлить можно срок эксплуатации еще на 40-50 лет. А ведь всего этого можно было избежать, если бы вопросом модернизации системы стали заниматься лет 15 назад. Но то ли не хотели, то ли не могли. Хотя по большому счету это уже не важно. Есть проблема, и ее нужно решать. Решать здесь и сейчас. Благо у руководства региона, в отличие от предшественников, есть понимание всей серьезности и масштабов проблемы. Только в 2018 году на модернизацию и реконструкцию канализационных сетей было выделено более 440 миллионов рублей. За прошлый год, за истекший год, отремонтировано аналогичных коллекторов более 10 километров. Это очень хороший показатель. Если учесть, что за последних 30 лет такого объема не было, то я считаю, что это большой вклад в области и города в ремонт и состояние сетей. На этот год у нас запланировано уже на 236 миллионов ремонтных работ. В него включены три коллектора. Также планируется работа по 11 объектную уже и на 20-й год. Скептики и диванные эксперты тут же заметят, что такое 7-10 километров в год. Безусловно, в одночасье проблему не решить. Но это тот самый случай, когда под лежачий камень вода точно потечет. Дмитрий Кузнецов, Александр Жучков. События. Брянск. Недавнюю оттепель брянцы почувствовали не только на улицах, но и в своих квартирах. Вода льется прямо с потолка. Как борются с потоками в ветхих брянских панельках, увидел наш корреспондент Андрей Мамошин. У Зинаиды Андреевны тазики всегда под рукой. Немного потеплело, жди потоп. Вот посмотрите, у нас в 2016 года вот такие постоянно потюрки с крыши. Мы везде ходим, везде пишем, жалуемся. Вы видите, как обои подошли. Вот только недавно соседка сделала ремонт потолка. И такие водопады почти в каждой квартире. Дома 41 по улице Димитрово. Это первый панельный дом в Володарском районе. 65-й год постройки. Капитально многоэтажка не ремонтировалась никогда. В подтверждении тому информация на сайте регионального фонда капитального ремонта. Ставим тазики, ставим ведра, ставим кастрюльки, что можно. Перед Новым годом, 31 числа, был тот же самый потоп. Так же самое. Ведра, тазики. И сколько это будет продолжаться. В другой квартире дела не лучше. Те же тазики, те же кастрюльки. Весь подоконник. И сюда и поставить ничего. Вот это полное ведро было вчера. Воды натянуло. Вон еще тряпка мокрая. Обои тоже все отстают, да? Да, вот все отстало. Капель в доме по улице Димитрово началась в 2013 году. Жалобы управляющую компанию успехов не принесли. Придут, составят акт, где-то подлотают. Но ситуация в корне не меняется. Пришли, составили акт, все. И опять то же самое. Уже надоело. Каждый год, в общем-то. Каждый год. Я уже боюсь, думаю, господи, подойдет это. Или розетки так еще. Ну да, электричество, конечно. Да, страшно. Море и в подъезде. Видно, весь угол отсырел. Это стык панелей. Через него вода с прохудившейся крыши течет с пятого и по первый этаж. Ходила, помещала жильцом, чтобы к нам приедет телевидение. Грянская губерния. И я поднималась по всему нашему подъезду, во все квартиры. Здесь тоже тепло. И вот здесь вот большая стояла лужа. Понимаете, это вот постоянно, каждый год так происходит. И если бы крыша была единственной проблемой, тут без актов и заключений из ЖЭО видно, все рушится. Капитальный ремонт дома не проводился. То есть не ремонтировалась крыша, не ремонтировалась капитально. Значит, не ремонтировались швы в этом доме, балконы не ремонтировались. В настоящее время кровля течет так, что заливает первые этажи. Писали несколько лет в разные инстанции. Толку мало. Лариса удивляется. Изначально капитальный ремонт был запланирован на 2017 год. Есть документы. В них даже указывается, что стоить все будет чуть меньше двух миллионов рублей. Но почему-то тянули, как могли. А жильцы ставили тазики и с грустью смотрели, как капиталь от крыши соседних домов. В 2018 году брянские чиновники прислали еще одну отписку. И там уже ремонт крыши оценили в 3,5 миллиона. Если дома 50 лет, а фонд капитального ремонта был создан только что, то никак жильцы не могут собрать такую сумму. И еще возникает вопрос. Как определяется плановость проведения этих ремонтов? За ответами идем в фонд капремонта. Есть 4 критерия основных. Это год постройки дома, год последнего капитального ремонта, количество собранных средств и необходимость капитального ремонта. Вроде и по всем критериям подходит. Дом старый, ремонта никогда не было, необходимость есть. Наверное, денег мало собрали. Так на то и фонд капремонта. По сути, это общий котел, откуда можно взять, а потом доложить. У жильцов свое мнение. А вопрос, почему не ремонтируется? Потому что для него нужны большие средства. И те средства, которые собирают жильцы, они никогда не соберут на выполнение этого капитального ремонта. Тем не менее, фонд уже делает планы на следующие три года. 41-й дом в них вписан. Сейчас мы заканчиваем реализацию трехлетнего периода 17-19 года и следующий трехлетний период это 20-22 года. Как раз дом по Димитрову 41 попадает в капитальный ремонт в ближайший период 20-21 года по ремонту крыши. За 19-й год фонд сформирует краткосрочный план, где будет определен точный год ремонта. А за кровлей жильцы Димитрова 41 будут ждать капитального ремонта фасада. Он запланирован на 1935-1937 годы. Глядя на этих бабушек, вспоминается Некрасов. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Хотя и тут фонд предлагает варианты. Обратиться в региональную комиссию при департаменте ТЭК и ЖКХ с заявлением. Или собирать деньги на капремонт не в общем котле фонда, а на спецсчетах. Тогда срок ремонта будет зависеть только от того, насколько быстро жильцы соберут нужную сумму. Андрей Мамошин, Игорь Венечук, Максим Кузнецов. События. Брянск. Пожар проще предупредить, чем ликвидировать. В рамках месяца безопасности сотрудники МЧС проводят ежедневные профилактические рейды по семьям, которые находятся в группе риска. Это жильцы частных домовладений, которые используют для отопления печи. Главная цель рейдов – обучение мерам пожарной безопасности в быту. Важно указать владельцам жилья на самые распространенные нарушения. В печном отоплении наиболее распространенное – это то, что отсутствует притопочный лист перед печью, непобеленный печи, либо потресканный. Задача – не просто указать на нарушения противопожарной безопасности, но и по возможности помочь, подсказать, как устранить проблему. При прохождении дымохода вот здесь, через перекрытие, должна быть разделка устроена, утолщение дымохода печи, для того, чтобы не произошло возгорание о горючей конструкции перекрытия. Гражданам вручили памятки и листовки с правилами безопасности и номерами экстренных служб города. Екатерина Пормон, Игорь Умаров, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. В Воронеже прошло ежегодное первенство России по мини-футболу среди девочек. Победителем стала команда юных спортсменок из Брянска. Участницам команды от 10 до 11 лет. Футболистки сразились с соперниками из Тамбова, Воронежа и Старого Оскола. Брянская команда юня одержала три победы. Еще один матч окончился ничьей. По итогам соревнований юные футболистки заняли первое место. В марте в Нижегородской области пройдут финальные матчи турнира. Вниманию автомобилистов! В связи с проведением в Брянске Лыжни России 2019 с 22.00 8 февраля до 15.00 9 февраля вводится временное ограничение стоянки транспорта около площади Воинской Славы на территории парка имени Тысячелетия Брянска. Также будут запрещены въезд и парковка на территорию самого парка. Исключение коснется только автомобилей оперативных служб. Моя часть выпуска на этом завершена. Не пропустите прогноз погоды через несколько мгновений.